Во всем мире есть несколько таких городов образований, которые живут самодостаточно. Как то Сингапур, Гонконг, в принципе Нью-Йорк, ну и так далее. Давайте туда причислим и Магнитогорск. В общем-то эти города, так же как и Магнитогорск, не обладают никакими природными ресурсами. В Магнитогорск заводится все. Руда, кокс, в общем нет у нас этого здесь. Но тем не менее, живем же как-то. Теперь нам надо научиться жить настолько же самодостаточно, как вот все те вышеперечисленные города. Для этого надо грамотно уметь вести свой бизнес. А все остальное у нас есть. Есть место для отдыха, аж две штуки, горнолыжки. Есть замечательные летние курорты. И есть возможность по снегу вместе с Ямахой прокатиться. Кстати, сегодня и сейчас приобретение снегоходов от Ямахи гораздо выгоднее, чем это было, допустим, ну год, а точнее два назад. Потому что тогда человек мог выбирать. Взять либо машину, не очень хорошую, но новую. Вот. Теперь машина не очень хорошая, но новая, стоит полтора миллиона и выше. Очень хорошая и новая машина стоит три миллиона и выше. Так что снегоход, который стоит 350 тысяч, это просто подарок судьбы какой-то. Снегоход, по сути, это отдельное состояние души. А на территории России, где зима это полгода минимум, снегоход должен быть, ну, наверное, у каждого первого жителя деревни и у десятого горожанина. Снегоходы, как и мотоциклы, подразделяются на утилитарные, спортивные, экстремальные и эндуро, то есть горники. Yamaha Professional, снегоход все-таки утилитарный, но из разряда люксового. Это как S-класс в автомобилях. Мощность, комфорт и надежность. Ну, снегоходов от Мерседеса найти не получится. Выберем Мерседес среди утилитарников. Yamaha Professional. Ну, что может быть лучше от такой вот неспешной прогулки на снегоходе от Yamaha? Yamaha Professional. Трехцилиндровый. Очень серьезный агрегат с мощностью двигателя 125 лошадиных сил. Yamaha Professional. Это достаточно серьезный и тяжелый снегоход, но может себе позволить решать различные задачи. Он имеет водяное охлаждение, он имеет замечательную и достаточно крепкую подвеску. Тут недавно мой товарищ как-то пенек словил, но ничего, обратно доехал. Снегоход укомплектован, разумеется, бардачками. Можно укомплектовать отделом для ружья, но только вы знаете, да, что охота со снегохода запрещена. В остальном, это подогрев ручек, да, и это подогрев вашей пятой точки, чтобы было тепло и уютно. Машина эта способна разгоняться до 120 км в час. И она делает это достаточно легко и не напрягаясь. Что мне нравится в снегоходах Yamaha? Какая-то потрясающая литовая мощность. Вот мы едем на пониженной, я слегка даю газы, а как он ездил, это просто что-то с чем-то. Вот. Сегодня и сейчас снегоходы Yamaha имеют приятную цену. Сегодня и сейчас снегоходы Yamaha это доступно. И сегодня и сейчас я бы так сказал, что в выборе средства передвижения на ближайшие 4 месяца, а я думаю снег у нас будет до мая включительно, можно выбирать вот такие серьезные агрегаты. Тут надо понимать, снегоход это не вездеход, снегоход это не танк, и дороги для снегохода надо тоже выбирать, а не переться на пролом. Снегоход без головы засадить абсолютно легко, и надо учитывать его массу. А то за трактором бежать будет сложно. Так что на санках, если вы хотите лазить в места непролазные, держите еще и комплект лыж, чтобы сбегать за подмогой. Кстати, если дороги не выбирать, то пенек, либо поваренное дерево, либо кусок стальной конструкции, заботливо забытый в поле, может быть пострашнее бордюрного камня, либо рельса для авто. Перевернуть снегоход гораздо легче, чем автомобиль, но тут паниковать не надо. Надо плавно, опираясь на ногу, уложить его в мягкий сугроб. Сил на это естественно хватит у нормального мужика, как и сил на то, чтобы его скантовать, поставить на лыжи, отцентровать, включить пониженную и выехать. В остальном, при грамотном выборе маршрута, а как правило это засыпанная снегом лесная дорога, либо спокойно узнаваемая полевушка, ездить на снегоходе без ненужного экстрима можно легко. Если же вы думаете прохватить по полю, то перед прохватом на небольшой скорости все-таки пробейте маршрут. Да, и необходимо учитывать, чем прочнее покрытие, тем хуже управляемость. Только что тестированный Yamaha Professional показал превосходную мощность, способность лазить в труднопроходимые места и возможность решать серьезные задачи. Ну а для экстрима можно у дилера подобрать технику, достойную прыжков через торосы и лазание по гораму. Я всецело поддерживаю политику нашего правительства, в смысле премьер-министра. Ага, а вот те, кто ему советуют, это какие-то странные люди. В итоге, в итоге, ну мы поставили загородительные пошлины для иномарок. К чему это привело? К тому, что иномарки стали стоить не детских денег. Но загородительные пошлины, к счастью, не касаются таких вещей, как самолеты, снегоходы, водные мотоциклы, да, и экипировки от Yamaha. Поэтому все то, что сейчас подорожало в разы, это, конечно, можно покупать, но прежде чем купить за полтора миллиона машину, я бы все-таки подумал, может быть все-таки, опять же, лучше улучшить жилищные условия или сделать ремонт. А снегоход, снегоход остается в тех пределах ценовых. Ну, 10 с небольшим тысяч долларов. Это что, большие деньги? Теперь, спокойно перемножив на 10, это примерно срок эксплуатации этой техники, скажем, тысяча долларов каждую зиму, это просто не деньги. Но к этим снегоходам здесь, в салоне Yamaha, есть еще и приятные подарки, как то экипировка.